Дорогие друзья, всем привет! Новый выпуск на нашем канале. Что делать вам, если вы вдруг случайно заблудились в метрополитене? В этом выпуске я вам расскажу историю создания навигации в Петербургском метрополитене. Ну и, конечно же, ответим на самый главный вопрос. Как не потеряться и не заблудиться в Петербургском метрополитене? Начинаем, поехали! Налетела грусть, ну что ж, пойду пройдусь. Ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской. Как бы это странно не звучало, но первые упоминания о навигации, информационном пространстве ленинградского метрополитена относятся к 1980 году. Вы только представьте, метрополитен был открыт в 1955 году. И раньше пассажирам подсказывали, в какую сторону выходить, в какую сторону ехать работники метрополитена. Информационных указателей и табличек было минимальное количество. Вот сейчас за моей спиной одна из исторических и первых, и самых, наверное, популярных в то время табличек. На поезд посадки нет. Или поезд следует до станции, ну, предположим, Девяткино или проспект Ветеранов и так далее. Из тех архивных фотографий, которые я смог найти, выделяются таблички выход в город, следование к поездам до станции, то есть распределение пассажиропотока на правый или на левый путь, соответственно. И очень интересная табличка, архивная, это предъявляйте проездные документы, которые сейчас уже, конечно, в метрополитене не встретишь. Только в 1980 году тогдашний начальник метрополитена Алексей Тимофеевич Денисов положил начало созданию и формированию в метрополитене полноценного информационного пространства для пассажиров и, соответственно, установки указателей. По этим указателям пассажиры направлялись в нужную сторону, к нужному поезду, на нужный путь или в сторону выхода в город. Дело в том, что в то время в СССР проводилась Олимпиада, и Ленинград стал местом проведения отдельных этапов этого мероприятия. Также на станциях были установлены специальные переговорные пункты, где пассажиры могли связаться со справочной службой и получить подсказку, как пройти в том или ином направлении. Ты рисуешь лето, ласковое море, трогаешь ладонью воду-воздух-время, маленькую тая, то, чего не знал. В 1993 году вводится нумерация каждой линии метрополитена. В это же время каждая линия присваивается свой цвет. Но стоит заметить, что и до 1993 года на старых схемах ленинградского метрополитена линии обозначались тоже в цветовой гамме. Но официально придание цвета определенной линии состоялось именно в 1993 году. И петербуржцы, ленинградцы по привычке все равно называли линии не по номеру, первая линия, вторая, третья, а по названию, например, Кировско-Выборгская линия. В 2008 году в петербургском метрополитене вводится в действие новая навигация для пассажиров, которая разработана с учетом опыта других метрополитенов мира. И эта навигация действует по сей день. Уверен, что у вас, как у пассажиров, особенно гостей Петербурга, эта навигация вызывает довольно-таки много вопросов. Например, я вам приведу конкретный случай. Вот мы приехали на станцию Невский проспект. Эта станция имеет два выхода. Я договорился, предположим, со своим другом встретиться около дома книги. Он находится рядом со станцией Невский проспект. Но в какую сторону мне выходить, я не знаю. Здесь написано, что в сторону Невского проспекта выход и в сторону Михайловской улицы. С той стороны написано, в сторону Садовой улицы и тоже в сторону Невского проспекта. Если мне друг не сообщит, в какую сторону идти, я не пойму. Именно поэтому в петербургском метрополитене вводится в действие новая навигация, которая уже на некоторых станциях появилась, с указанием номера выхода из метро. Здесь намного все удобнее будет. Например, вам друг сказал, что выходи в сторону третьего выхода из метро или в сторону четвертого выхода. И такая навигация уже используется на некоторых станциях метро, которая имеет два или более выходов. Здравствуйте. Потерялись? На зеленую. Потерялись? Да. Сейчас я вам подскажу. Значит, у вас какой вопрос? Нам надо на зеленую, чтобы перейти потом. Значит, вот прямо идите до конца, и там уже будет переход. Это на станцию Гостиный двор вы перейдете. Ну вот видите, помогаем. На самом деле, девушки могли бы обратиться в стойку живое общение, кнопочку нажимаешь, и ей бы там тоже помогли. Ну а теперь самый главный совет родителям и их маленьким детям. При нахождении в метро с ребенком, пожалуйста, держите своих детей за руку и постоянно контролируйте их действия. Нередки случаи, когда маленькие дети просто теряются в большом потоке людей на станции метрополитена. Что же нужно знать вам, родители? Прямо сейчас объясните своему ребенку, что в случае, если он потеряется в метро, нужно подойти к стойке информации, которые расположены в центре зала. Именно там, где нарисован медвежонок. Объясните ребенку, чтобы он нажал красную кнопку и сообщил диспетчеру о ситуации. И самое главное, никуда не отходил и ждал сотрудников метрополитена или полиции, которые будут одеты в служебную форму. Да, именно в форму. Заострите внимание на этом, чтобы ваш ребенок не пошел никуда с другим человеком, который якобы захочет ему помочь. Дорогие друзья, обратите внимание, мы сейчас приехали на станцию Маяковская. Это одна из немногих станций, где сейчас уже используется новая система навигации для пассажиров. Потому как эта станция имеет два или более выходов из метрополитена. Давайте посмотрим, что мы здесь имеем. Итак, вот на ваших экранах сейчас новый указатель, который подсказывает пассажирам, в какую сторону им надо идти. Сразу же бросаются глаза, что ввели наконец-то нумерацию выходов из метро. Более того, эту нумерацию также нанесли на картах, на интерактивных картах, которые можно... Например, Яндекс.Карты, да? И если вы, предположим, договорились встретиться с каким-то своим товарищем или другом, он говорит, иди в сторону третьего выхода, не ошибешься. Вы смотрите, куда вам идти, третий выход туда. Все, без всяких проблем. Также классически разделяются по границам направления движения. Например, давайте посмотрим в сторону станции Рыбацкая. Цвет линии зеленый направо, откуда мы приехали. В сторону беговой, соответственно, налево. Ну и переход на красную линию. Вот в центре указан цвет линии и направление движения. Добраться в аэропорт Пулково или, наоборот, из аэропорта до центра города очень удобно общественным транспортом. Я сам лично всегда так делаю. Со станции метро Московская и проспект Ветеранов регулярно с интервалом 5 минут ходят автобусы прямо до аэропорта и обратно. Более того, впервые в России на территории Петербургского метрополитена для удобства пассажиров в вестибюле этих станций есть онлайн-табло с расписанием авиарейсов аэропорта Пулково. А в автобусах специальные терминалы для распечатки посадочного талона. Сегодня город уделяет огромное внимание повышению удобства и доступности городского транспорта для горожан и гостей Петербурга. Вводятся в работу новые удобные и быстрые способы оплаты проезда на городском транспорте. Понятная навигация, новый подвижной состав, реконструкция старых станций метро и многое другое. Ну а в следующем выпуске мы посетим станцию Чернышевская, посмотрим, как она изменилась после реконструкции и увидим, какие новинки ждут ее пассажиров. Например, познакомимся с современными способами информирования и пополнения проездных документов.